Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Наконец-то Байден подписал новый пакет стимулирующих мер, рынки на это реагировали позитивно, S&P новый максимум, Dow Jones также растет, европейские индексы тоже позитивно отыгрывают эту новость, а вот высокотехнологичные компании пока отстают. Эти события обсудим мы сегодня, ну и конечно разберем, что происходит на рынке. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Также я обратил внимание на ваши комментарии, которые вы оставляли после обзора в портфеле, я думаю, что да, периодически мы будем включать данные обзоры и в данный формат видео, возможно не каждый раз, потому что с точки зрения инвестиций решение принимается, сделки открываются несколько раз в месяц, то есть не так часто. Но я тем не менее, по крайней мере, когда буду что-то покупать или мои размышления на тему инвестирования в новые сектора, в новые акции, тоже с вами буду об этом делиться. Ну а теперь давайте поговорим как раз то, о чем, то что ждали рынки, что ждали уже довольно-таки давно, ну и в принципе ожидаемое то, что подписали, Байден подписал пакет стимулирующих мер как раз в преддверии окончания предыдущего пакета, который заканчивался 14 марта, но не дождался он собственно пятницы, подписание было вчера и рынки на это также среагировали позитивно. Собственно выплата 1400 долларов на каждого жителя и 300 долларов в неделю дополнительной мотивации для тех, кто потерял работу, они как раз в этот пакет и входят. А также, ну то, что мы обсуждали и в предыдущих видео, это и помощь, ну именно улучшение скорости вакцинации, да, и помощь различным секторам, то есть все входит в этот пакет. Будет ли второй подобный, ну в смысле следующий, да, после этого не факт, поэтому скорее всего это может быть финальное, финальное как раз действие, которое может поддержать на текущий момент рынки, которые несколько переживали из-за растущих ставок и инвесторы переходили в более защитные активы, такие как облигации, да, потому что доходность по ним росла. Сейчас она не так растет, ну собственно она приостановилась там в области 1,6 доходили, сейчас она уже скорректировалась и тем не менее, то есть это то, чего ждал рынок. Что сейчас, собственно, мы видим, да, то есть мы все еще видим тенденцию того, что технологии, они не идут точно так же, как и другие сектора, то есть если посмотреть по NASDAQ, сейчас уже с открытия рынка, то есть ну по фьючерсу на индекс NASDAQ, мы видим все еще коррекцию от локальных максимумов, она составляет порядка 7%, то есть да, мы подросли за эту неделю, да, мы видели подобный рост и в технологичных компаниях, да, в первую очередь, но мы все еще далеки от того движения, которое было, посмотрите, Dow Jones, Dow Jones практически весь март растет и последние несколько торговых сессий было обновление локальных максимумов, и вчера мы тоже локальных максимумов обновили, ну собственно то, что мы обсуждали, да, всегда важно выбирать, там, с точки зрения инвестиций, не все индексы одинаково полезны, да, что называется, то есть сейчас пришло время как раз того, что компании из реального производства, да, из реального сектора, то есть Wall Street, то есть это компании старых экономик, они все больше привлекают интерес на текущий момент, потому что они не так сильно, не так сильно переоценены как технологии, поэтому как раз вот эта тенденция сейчас вновь наметилась, и в принципе индекс Dow Jones сейчас показывает себя лучше, чем NASDAQ, да, то есть сейчас это тоже важно понимать, ну и S&P 500, то есть в том числе он чуть-чуть, да, то есть дошел вчера до локальных максимумов, его не обновил, но тем не менее, то есть мы находимся вблизи максимальных значений, опять же тут та просадка, та коррекция, которая была, ее откупили, пошли обратно наверх, то есть да, не с тех уровней, которые были в конце февраля, небольшая коррекция в начале марта она была, но сейчас она уже в принципе полностью откуплена, вопрос дальше, который остается, насколько этого, этих стимулирующих мер будет достаточно, но фактически они, их и не должно быть достаточно там в долгосрочной перспективе, потому что важно понимать, что это напечатанные деньги, да, что инфляция растет, и экономики переоткрываются, то есть скорее всего это будет, уже произойдет, ну рост, безусловно, может продолжиться дальше, на фоне того, что экономики, ну начнут реально восстанавливаться, потому что сейчас карантерные меры снимаются, да, то есть в США, в Европе, ну в каких-то странах они продолжают увеличиваться, тем не менее, основной как раз принцип, он сейчас сохраняется. Что теперь, что сейчас происходит на рынках, да, если мы начнем, ну разберем, как всегда, все инструменты, которые мы смотрим, евро-доллар, евро-доллар корректировался последний, ну корректировался в течение этой торговой недели, ну под коррекцией сейчас я понимаю уже в исходящее движение, потому что по евро я рассматриваю на текущем интернете нисходящую, буду искать возможности его продать, возможно где-то здесь, да, возможно где-то чуть выше, если будет более затяжная коррекция, то есть, конечно, чем выше мы сможем подобраться по евро, тем будет более интересно его как раз зашортить, ну а если мы уйдем выше максимума, которые были как раз 20 в феврале, да, то тогда уже, ну вновь нужно будет искать покупки, то есть, подобную картину мы видели несколько лет назад по евро. По британской валюте здесь у нас пока все так же сокращается движение восходящее, мы росли последние несколько торговых сессий, сейчас мы немного корректируемся, и здесь тоже нужно понимать, что если все-таки британская валюта сможет обновить уже минимальные значения, которые были в марте, вполне вероятно, что нисходящая тенденция здесь тоже будет развиваться на фоне укрепления американского доллара, поэтому покупки, скорее всего, пока их тоже еще рассмотрю, то есть, в зависимости от того, где у нас остановится коррекция, ну пока еще коррекции нет, если смотрим на часовой таймфрейм, то у нас восходящее движение продолжается уже 4 торговые сессии подряд, если мы сегодня закрепляемся ниже минимальных значений четверга, то тогда как раз коррекции быть, и вот тогда уже в зависимости, где она становится, если мы остановимся примерно по минимуму 5 марта, то будет смысл еще купить, если мы уйдем ниже данного уровня, то тогда вероятность развития как раз нисходящего сценария будет здесь более вероятна. А по паре американский доллар, канадский доллар, как мы и предполагал, как мы говорили ранее, то есть, движение нисходящее, тренд нисходящий, оно все еще устойчиво, все еще сохраняется, и последние 3 дня мы тоже двигались в рамках этого тренда, но пока минимум, который был 18 в конце февраля, мы еще не обновили. Собственно, для того, чтобы подтвердить сохранение данной нисходящей информации, нужно уйти ниже данного уровня, тогда вероятность, опять же, продолжения снижения американского доллара против канадского доллара, она будет более вероятна, и тогда продажи все еще будут в приоритете. Но вполне вероятно, что мы не добьем до этих уровней, и если цена сможет уйти, не обновить локальный минимум выше максимума, которые были как раз в марте, то тогда, опять же, переход в фазу роста здесь может уже сформироваться. Поэтому здесь пока сделок не планирую, я думал купить, ну и думал открыть сделку на продажу как раз 10 марта, но этого не сделал. Тем не менее, то есть сейчас я уже жду, собственно, следующего движения, то есть в текущий момент никаких сделок я тут открывать не буду. Если обновим локальный минимум, буду искать продажи, если обновим локальный максимум, буду искать покупку. То здесь, в принципе, сценарий довольно-таки простой. Пара доллар-иена. Стремительный рост у нас продолжается, то есть уже там с уровней 102-103 мы уже доросли до отметки 109. И данный тренд здесь все-таки продолжает сохраниться. То есть фактически то снижение, которое у нас было там с июня прошлого года, оно уже отыграно. И мы сейчас торгуемся по локальным максимумам, которые были как раз в июне 2020 года. Здесь, собственно, опять же, покупать, то есть здесь покупки остаются в приоритете. Но вопрос, опять же, откуда покупать? Конечно, не с текущих уровней. Если будет коррекция примерно в область 107, то здесь вот эти уровни выглядят довольно-таки неплохо для того, чтобы зайти вновь в покупку. Но опять же, если эта коррекция произойдет. По австралийцу. Пока восходящий сценарий здесь реализуется. Пока мы перешли в фазу роста. Тренд, да, восходящий у нас здесь все еще сохраняется. Он все еще устойчивый. Но нужно быть внимательным. Опять же, сейчас есть вероятность того, что доллар все-таки перехватит инициативу и начнет расти. Опять же, стимулы прошли, инфляция растет, облигации растут. И как раз смена этих настроений может повлиять и на американский доллар. Поэтому здесь пристально нужно следить за тем, как цена себя будет вести по отношению к тем минимумам, которые были в феврале. То есть, если цена уходит ниже отметки 75.63, это такой среднесрочный, долгосрочный сценарий. То тогда я уже начну переворачиваться непосредственно в продаже, как основной сценарий. Сейчас пока покупки они сохраняются. Но пока здесь позиция тоже не входила. Ставил отложенный ордер, цена чуть-чуть не дошла. Но тем не менее, то сейчас пока с точки зрения часового таймфрейма восходящий сценарий реализуется. И пока покупки здесь остаются в приоритете. То же самое у нас по новозеландцу. Новозеландец тоже скорректировался. Тоже мы отбились от области поддержки на 70.91. Откуда имело смысл пробовать заходить. Но сейчас мы видим, что не так получается сильно расти. И фактически уже сегодня новозеландец торгуется в негативной зоне. Собственно, опять же, если мы уходим на дневном таймфрейме ниже уровня 70.91, то тогда уже возможен переворот как раз в продаже по данному инструменту. И любая коррекция, которая здесь будет происходить, ее имеет смысл рассматривать для того, чтобы искать как раз продаж. Ну, по крайней мере, то, что буду делать я. Золото. Золото продолжает двигаться в нисходящем тренде, в нисходящем движении. Собственно, пока мы видим, что не такая сильно была коррекция. В принципе, было бы более интересно войти где-то из области 1755 или с 1800, конечно. Но не факт, что золото туда может прийти. Поэтому сегодня мы уже закрепились ниже минимальные значения, которые были в четверг. Поэтому здесь я, ну, на всякий случай, если будет еще одна волна коррекции, я поставил сложный ордер чуть меньшим объемом, потому что уровни не самые оптимальные на текущий момент. Но тень имеет. То есть, золото продолжает снижаться. И если будет, опять же, коррекция там в течение сегодняшнего дня, то в золото я бы в продажу вошел. То есть, вот по тем уровням, который я обозначил. То есть, это примерно 1733-1732 на текущий момент. По индексам DAX, да, европейский индекс хорошую динамику показывал в марте. Да, исторический максимум. Собственно, вчера, видимо, уже после подписания нового пакета стимулирующих мер от Байдена, DAX не сильно показывал динамику. Но, собственно, скорее всего, это было уже заложено все в цену. И сейчас, вот на момент записи данного видео, DAX пытается закрепиться ниже минимума в четверга. Если это получится, то тогда мы можем ожидать начала как раз коррекции по DAX. И ее завершение имеет смысл рассматривать для входа на продолжение роста. Опять же, из тех уровней, которые здесь могут послужить данными ориентирами для входа, это область 14124 или чуть ниже, если DAX уйдет, то 13718. Ну, примерный диапазон. То есть, это не точная цена, это примерный диапазон, куда может прийти. И, соответственно, с этих уровней имеет смысл, опять же, рассматривать присоединение по данному инструменту. S&P, опять же, чуть-чуть недоросли до локальных максимумов. Важно посмотреть в динамике вот это развитие, как будет торговаться в следующей неделе. Хватит ли этого позитива на неделю, две, месяц, несколько месяцев, чтобы двигаться дальше вверх. Или мы можем уже индекс отыграть тот позитив, который пришел на фондовый рынок и начать как раз корректироваться. Поэтому будем следить, если начнется коррекция после уже вот этого позитива, то тогда уже, вероятно, снижение может быть более-более сильным. И вполне вероятно, что там на 3700, на 3600, S&P 500 мы и увидим. Но пока, опять же, здесь позиции никаких не открывало. То есть, приоритет у нас все-таки остался также на покупку. И его я пока и продолжаю придерживаться. А вот нефть марки Brent, то та коррекция, которая была как раз после атаки дронов, которую мы обсуждали в понедельник, она сейчас опять переходит в фазу роста. И вчера, собственно, мы опять перевернулись и нефть продолжает расти. Сейчас уже торгуемся по 69,97, но вблизи отметки 70. Поэтому вполне вероятно, что, по крайней мере, то, что мы видим сейчас, это продолжение роста по нефти марки Brent. Если мы обновим максимум 8 марта, то фактически можем предположить, что ситуация с дронами отыграна и нефть продолжает расти уже на снижении запасов и на переоткрытие экономик, то что все-таки нефтью продолжают, собственно, пользоваться больше. Но ситуация довольно-таки интересная. То есть, опять же, интересно с точки зрения того, что технологии пока отстают от реального производства. То есть, то, что мы говорили сейчас в начале. И фактически было время как раз хорошей компании, стабильной компании из технологичного сектора подбирать. Вот сейчас как раз пришло время этого, так как эта индустрия остается. А вот те компании, которые я добавлял или вы добавляли в свой портфель из реального производства, то есть, из индекса Dow Jones, в этом смысле, не технологии, они как раз уже, в принципе, отыграли. То есть, они показали новый максимум, продолжают расти и их имеет смысл продолжать держать. Ну, а мы с вами в понедельник также встретимся, разберем, что у нас на рынке произошло, как закрылась пятница и что ждать от следующей недели. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Ну, и также хочу напомнить, что на следующей неделе, во вторник, мой коллега Фуат Расулов проведет вебинар, где разберет портфель Баффета. То есть, что он делает, какие акции покупал, что он держит, от чего избавлялся. Ну, то есть, посмотрим в разрезе как раз того, как себя ведет, ну, пожалуй, один из самых инвесторов нашего времени. И также в конце марта мы сделаем вебинар по АРК Инвест Кэти Вуд. И, собственно, разберем тоже ее действия, ее фонды и как она, собственно, выбирает акции. Ну, поговорим в этом более подробно. Поэтому всем спасибо за внимание и до свидания.